Власть в России – это очень штука специфическая. Ни самодержавие российское, ни советская власть, они, их западные теории, теории, что на основе разработано западное, они их заплатить никак не могут. Например, часто говорят, что самодержавие, одни говорят, это деспотизм, типа Восточного. Ну, мне говорят, нет, это абсолютизм, типа Франции 17-го века. Ну, я сейчас не буду говорить, что это термин неадекватно, допустим, мы это покупали. Но смотрите, насчет деспотизма и насчет абсолютизма. Модельным восточным деспотизмом считается Китаем. Жизнь китайского императора была зарегламентирована до такой степени, чтобы было зафиксировано четко, какое количество времени у него можно провести наложенец. 45 минут. Дальше приходил к нему и уносил. Жизнь, то есть, над китайским императором была традиция. Она жестко определяла китайскую власть. Теперь давайте посмотрим на французский абсолютизм. Хотя Людовик, на самом деле, 14-й никогда не говорил фразу «государство это я, ему ее приписали». Но дело в том, что даже если он не узнал, кроме него, в государстве был парламент. И вот характерный эпизод. Последние два года жизни Людовик 14 провел в слезах. Он плакал, вот по какому полу. Он знал, что когда он умрел, Рейдингом станет герцог-арлянский, который он на роду не переносил. И вот Людовик понимал, что вот он в закону станет, и искать плакал, вы можете себе представить, что по-русски царь такой плакал. Этому Рейдинг там крутили бы вообще все, что возможно, и не было бы никакого Рейдингента проблем была бы решена. То есть, на Людовик 14 был закон под русское самодержавие. Законно никакого не было. Русское самодержавие было ограничено в два хода, и оно было бы с этого руку было. Первым ограничением русского самодержавия было 5 апреля, произошло 1797 года, когда Павел I принял закон о престол наследии. Старший сын наследует отцу. Потому что по логике самодержавия, никакого порядка установления, порядка смены власть быть не должно. Все решается самодерживаться. Петр I это хорошо понимал. Иван Грозный это хорошо понимал. Он время-то время призывал своего сына Ивана, убийство, которое мы его потом приписали, на самом деле Иван Грозный не убивал своего сына, это ложь абсолютно. Он его призывал, и чтобы подразнить, говорил, что он может почетно вносить принца датского, чтобы он правил. Иван сиделся, молчал. Он понимал, что отец самодержится, а в системе самодержавии власти никакого ограничения самодержавной власти быть не может. Потому что самодержавная власть над законом и над интригой находятся. Второе ограничение самодержавной власти, это был октябрьский манифест Николая II, но на этом самодержавие закончилось. Давайте перевозьмем власть, советскую власть, как она функционировала. Значит, смотрите, Ленин в 18-м году пишет, это мы сейчас поставим такую общую для народной истории, чтобы понять то главное, что мы будем изучать. Значит, Ленин пишет, в 18-м году диктатура партии и их диктатура, не ограниченная никаким законом и опирающаяся на насилие. Кто-то может сказать, но это 18-й год, гражданская война, наверное все изменилось. Давайте посмотрим на 1961, по-моему, 61. Дело Рокотова, Яковлева, Файбершенко. Это были три короля московского черного рынка, фарцовщики. То есть они покупали валюту у иностранцев, перепродавали и делали деньги. Значит, они посчитали, что, скорее всего, они укрепили на капит миллион рублей, пока их не возьмут. Но по советскому законодательству они могли получить за свои деньги, три года, они получили, что они сидят три года, выйдут и будут жить, разделят этот миллион на 330 тысяч. Каждому не будут жить. Так и мы были, что их теперь заработали миллион рублей. Их арестовали, но им еще не повезло. Хрущев в это время жил в Западном Берлине со всем цензором творога, что это такое. Как понять? Ну, Григорь Бургал сказал, вот один утрешник, выстрелили, Хрущенко, а какой трешник? Стернет поставить. Генеральный Бургал сказал, нет таких законов. И Хрущев сказал фразу, которые слышали несколько мемуаристов, он сказал, как это так нет. Мы, коммунистическая партия над законом, или закон над нами. То есть, коммунистическая партия находится над законом. Это 60-е годы.